друзья всем здравствуйте с вами виталий колпин и это 12 выпуск рубрики бар скиллс в рамках bartender school by bacardi martini сегодня мы с вами спики зи баре кабинет и я бы хотел сегодня разобрать пару движений с двумя джиггерами итак начнем и сначала разберемся каким можно хватом браться как удобнее и где это можно применять вы наверняка в баре уже пользуетесь такими хватами но на всякий случай еще раз повторим или для тех кто еще не пробовал покажем расскажем первое как браться на самом деле берите как удобно можно где угодно каким удобным пальцем браться но самый удобный вариант по мне это большим пальцем мы прижимаем один джиггер большим пальцем к ладони прижимаем один джиггер второй между указательным и средним между указательным и средним таким образом получается что мы можем джиггера и раздвигать и сдвигать и ставить то положение которое нам нужно и удобно. Давайте я наглядно покажу, как это можно использовать. Допустим, берем здесь два стакана, здесь поставим смесительный стакан, берем джиггера, наливаем, сливаем с двух джиггеров в два разных стакана. Либо, допустим, взяли, налили 2 по 15, наливаем в один. То есть, можно использовать как с наливом в два, так же с наливом в один. Еще, например, можно взять два джиггера, и сразу, чтобы далеко не убирать, из спидрэка налили, слили. Вариантов использования двух джиггеров много, поэтому, я думаю, что сами найдете для себя разумное применение. Первое движение с двумя джиггерами, которое я хотел бы с вами разобрать, это такая небольшая связка. Для начала давайте повторим движение, которое мы делали в четвертом выпуске. Если еще не получается, верните в четвертом выпуске, там я подробно рассказываю, как мы это делаем. Здесь у нас получается вот такое движение джиггером в левой руке и то же самое в правой руке. Дальше соединяем и синхронно делаем два движения. Можете попробовать разными джиггерами, посмотреть, как это будет работать с другими джиггерами. Дальше. Здесь мы можем джиггер либо сразу скатить, большим пальцем прижать к ладони, либо можно его перевернуть, чтобы большая часть смотрела вверх, в зависимости от того, как вам нужно использовать его. Второй джиггер, который находится в правой руке, здесь мы делаем замах и выбрасываем левую руку. Весь кайф этого движения заключается именно в том, когда джиггер летит параллельно стойке. Момент, чтобы джиггер у вас летел не восходящим таким движением, а именно прямым параллельным стойке, порезче, просто порезче закручивайте его, когда выбрасываете. Просто отсюда порезче. И чтобы хватило вращения для того, чтобы он пришел в руку, здесь просто момент эксперимента. Попробуйте, чтобы он по-разному приходил в разное положение. Малой частью приходил, большой частью приходил. Это уже дело практики. Давайте целиком повторю это движение. Итак, например, в данном случае джиггер у нас пришли на такой хват. Здесь малая часть, здесь большая часть, а нам нужны две большие части. Тогда я просто переворачиваю джиггер, и получается, что у нас будет две большие части. Здесь дальше пальцами сами регулируйте, как вам сделать так, чтобы они были примерно в одном положении. И так же делаем налив. Что ж, мы с вами разобрали первое движение с двумя джиггерами. джиггеры у нас пришли в такой хват. Здесь дальше можем использовать сразу под налив, да? Либо можно взять третий джиггер и, например, наливать и в другие две части наливать. Либо с той же бутылки, но в другой стакан, либо с других бутылок в этот же стакан, как вам удобней. Как вариант. Кроме того, мы можем не просто взять джиггер двумя другими, а сделать такое движение, подбрасываем и ловим джиггер. Либо на один оборот, или на пол оборота. Можно и на полтора оборота. Я думаю, что здесь все понятно, как это делать. То есть, первое, это попробовать просто как джиггера у вас расходятся в пальцах. Здесь мы указательным пальцем отодвигаем один джиггер и большим пальцем отодвигаем другой джиггер. Когда берем джиггер, сводим пальцы, дальше выбрасываем, разводим и опять сводим. Здесь именно потренировать вот это движение, чтобы у вас джиггера могли легко расходиться. Ребята, конечно, перед тем, как эти движения использовать, лучше их изначально хорошенько потренировать, потому что движения непростые и довести до стабильности тоже их, в общем-то, непросто. Ну, реально. Плюс ко всему, я вам советую тренироваться с литыми джиггерами, когда делать такие движения. Почему? Потому что будет часто падать, а когда джиггеры часто падают, иногда они приходят в негодность. Поэтому делите те, которые не жалко. И еще один важный момент. Помните про прекрасное настроение, с которым лучше всего подходить к тренировкам, чего я вам и желаю. Тренируйтесь, наслаждайтесь и увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова